Приветствую вас. Начать мне бы хотелось с вопроса вам. Вы таки сами с девушкой спали или нет? Сколько вы ее времени знаете? Вот знаете, когда я читал ваше сообщение, я не очень понял этот момент. То есть да, вы пишите, что у вас секса никогда не было. Отношением всего два месяца. Но об этом чуть позже. Пока вот именно такой момент уточняющий. Почему уточняющий? Потому что, ну почему-то стиль вашего повествования такой, что мне захотелось задать вам этот вопрос. И, конечно, он вам может показаться глупым, но тем не менее. Вот вы откуда-то думали, наивно думали, что она такая же чистая невинная девственница, как вы. Понимаете? Откуда в этом вся? Это момент тоже не очень понятный. Теперь далее. По поводу всего остального. Всего остального того, что вы пишите. Здесь я вам должен буду сказать следующее. Во-первых, вот то, что вас воспитывали в религиозной семье и прививали вам определенные ценности, это, конечно, неплохо. В этом нет ничего, ну, такого, знаете, дурного. В этом нет ничего негативного даже. А в том именно, что вам такие ценности прививали. В самих по себе этих ценностях нет ничего плохого. Но проблема в том, что в реальной жизни эти ценности не выдерживают никакой критики и совершенно не подходят современному миру. Например, вы говорите, ну, не будешь порядочная девушка спать с вами после четырех месяцев отношений. Четыре месяца отношений. Это ни много, ни мало, почти полгода. По современным меркам люди через пару недель уже могут вступить в сексуальные отношения и в этом чувствовать себя совершенно нормально. Таков современный мир. И до тех пор, пока вы не абстрагируетесь от тех норм, которые вам, собственно, привила ваша семья. Вот до тех пор, пока вы не абстрагируетесь от этого, до тех пор, пока вы не подвергнете сомнению своей установке, до тех пор, пока вы не повысите свою когнитивную сложность, то есть пока вы не допустите, что есть еще некая вот, ну, другая сторона вопроса, некая другая сторона ситуации, некая другая сторона, ну, некая другая сторона медали, если угодно. Вот до тех пор, пока вы не допустите этот момент в своем сознании, вы будете переживать. Потому что, как вы правильно сказали, вы оказались во власти своих установок. Но это не ваша вина, как таковая. Тоже нужно четко понимать, что это не ваша вина. Это не вся вина на самом-то деле. Так вас воспитали родители, и с этим ничего не поделать. Вас родители воспитали так, вы это принимали, и вы это пропагандировали. Вот плохо то, что вы это пропагандировали. Вас пропагандировать это не нужно. И плохо то, что вы почему-то переносили и переносите, продолжаете переносить вот эти вот ценности, которые вам родители внушили в спецнабрных судей. Представьте себе, что девушка воспитывалась не в религиозной семье, как вы. Представьте себе, что девушка воспитывалась в такой, знаете, полурелигиозной, или вообще нерелигиозной семье. И понятно, что у нее другие взгляды на секс. И понятно, что секс относится совершенно по-другому. Вам нужно понять, что точка зрения ваших родителей, и мировоззрение ваших родителей, и ваше мировоззрение вместе с ними, не единственное, и что есть другие, которые не менее правильные, которые не менее верны, потому что люди их разделяют. И секс – это не что-то ритуальное, по современным меркам, в современном мире. Секс – это в первую очередь на физиологическом уровне закрепленное средство удовлетворения своих потребностей. Это, к сожалению, так. Физиологически любому человеку секс необходим в той или иной степени, зависит от многих факторов, но тем не менее. И само отношение ваше, что вот вы там уже два месяца вместе, у вас до сих пор нет, если я правильно понял, у вас до сих пор нет ничего интимного, сама ваша позиция девушке может приниматься негативно. Потому что для нее это очень долг, да и для многих людей это долг, и поэтому либо вы воспринимаете взгляд как что-то новое, и пытаетесь делать их, если не своими, то хотя бы равными вашим взглядом, либо вы остаетесь при своих взглядах и ищете ту девушку, которая будет отвечать вашему требованию. Но будет ли это любовь – большой вопрос. Далее. Вы пишите о том, что я сомневаюсь, она сможет меня так же сильно полюбить, и так же сильно мне открыться, и в общем, она не сможет от меня открыться полностью, пишите вы, не сможет, отдастся мне эмоционально и физически, если такое случится. Вы знаете, у вас явная идеализация и романтизация отношений. Вы не думаете об этом, это от меня, но вы много на эту тему думаете, вы много на эту тему рефлексируете. В отношениях так же это не работает. Никогда ничего в отношениях между людьми не бывает идеально, как и идеальных людей тоже не бывает. Девушка не знала, что ей встретитесь вы. Она не тот, что даже не знала, она не могла этого знать. Откуда ей было знать, что она встретит вас? Ну, согласитесь? Она не могла. И, соответственно, если она не могла знать, что встретит вас, то как же тогда ей было мощно не вступать в связь с другим мужчиной? Вот об этом вы, пожалуйста, старайтесь подумать. Это очень важно. Вы рассуждаете с той позитившей, что девушка уже знала о том, что у нее есть вы. Потому что вы не можете себе представить такого, что вас нет. Вы это себе представить не можете. А девушка на вас, она как-то жила, ей приходилось жить как-то на вас. У нее выбора не было, потому что на другом она не знала, что вас встретит. Да и парня она любила. И только после того, как появились вы, она узнала о том, что вот есть вы, что вы от нее хотите, там, определенных моментов. Но это уже случилось, и этого не исправится. Это то, что вам нужно понять. Для себя, по крайней мере, постараться понять. Не исправить то, что уже случилось. Если вы хотите, конечно, если вы хотите, ну, вы можете на эту тему переживать. Если вы хотите, конечно, вы можете об этом беспокоиться и дальше. Тем самым, портя себе отношения. Вы можете это сделать, и это ваше полное право. Но если вы девушку любите, если вы действительно девушку любите, то вы никогда не будете акцентировать свое внимание на том, что она сделала. Потому что менее, менее вашей девушкой, условно говоря, говоря, менее-менее вашей девушкой, она не стала. И если вы для себя этого не поймете, значит, вы ее не любите. Она для вас стала своего рода средством, ну, для достижения своих следов. Вот вы и посчитали, что 22 года позорно быть девственником. Все равно, знаете, девушкой, но при этом обязательно такая же чистая, как и вы. И она вам, мы знаем, именно такая. То есть, есть работа над уверенностью в себе, обязательно, вам обязательно нужно работать над уверенностью в себе. И над повышением когнитивной сложности, а также проработка детско-родительских отношений. Это вот три основные направления, в которых вам необходимо двигаться. Вы работе с психологом для того, чтобы проблемы ваших вас так больше не беспокоили, так сильно вас не беспокоили. На мой взгляд, это самая лучшая рекомендация. То есть, вот, ну, вам нужно понять, что чтобы сейчас каждый из нас, из экспертов, я имею в виду, не сказал, вам нужно понять, что ваши мысли от этого не уйдут. То есть, все равно останется определенная одиозная позиция, останется определенный субъективный взгляд на вещи. Нужно учиться тому, что есть другое мнение на важные вам вещи. Нужно учиться тому, что это мнение имеет право на существование. Это нужно обсуждать, об этом нужно разговаривать. И это нужно делать и именно с психологом, и именно вам, а не девушкам. И тогда вы поймете, что секс бывает очень разным. Если люди друг друга любят, и любят сильно, то по ощущениям, по эмоциям, совершенно не важно, был ли кто-то на вас или не был. Потому что девственность, как таковая, это всего лишь одна физиологическая ошибка. Одна физиологическая особенность женщин, которая не представляет из себя ничего, сколько-нибудь действительно важного для дальнейшей жизни двух людей. Это нужно четко понимать. Вот просто опознать, что есть, по сути, девственность. что это из себя значит. И почему физиологическую особенность вы приравниваете к нечистоте человека? Она вам, например, эту девственность может нарастить. Есть такие услуги. Станет ли вам от этого легче? Думаю, нет. Почему? А потому что вы знаете, что она с кем-то спала. Уже и это вас будет напрягать. А если вы будете, если вы знаете, что она с кем-то спала, значит, вы сравниваете себя с ним. Вы как бы соперничаете. А соперничать мне нахуй не нужно. И вот мотивация, которая заставляет вас соперничать, нужнается в том, чтобы ее разобрать. Потому что уверенный в себе мужчина понимает, важно не то, что было, важно то, что есть сейчас. Если вы этого не сделаете, если вы не будете работать с психологом, я боюсь, что отношения с этой девушкой вы можете потерять. Ну и будете, наверное, дальше тогда искать себе ту, которая подойдет вам по всем требованиям. Еще раз повторю, вопрос в другом. И будет ли это любовью. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остальных собращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Нажимаю вас всего самого доброго и удачи. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok